Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Ки-Та-Бо. Люди часто плачут, когда человек уходит из этого мира и спрашивают, за что. Но люди не задаются вопросом, а почему именно я в этом мире должен жить? Почему именно мне, из миллионов тех, кто просят жизнь на Рошашана, когда будет подведен итог и выписан приговор на следующий год, почему мне должны дать именно жизнь? Почему именно мне должны дать здоровье, материальное благосостояние? Чем я буду отличаться? Чем я доказал небу свое право существовать в следующем году? Вот надо об этом немножко подумать. И давайте двигаться. Почему? Первое. Повторим фразу из нашей недельной главы. Ходить его путями. Не стоять, а ходить. Это про пребывание в поступательном движении, в развитии, в эволюции. Человек должен двигаться, и тогда понятно, почему он хочет жить в следующий год. Человек может всю жизнь исполнять заповеди, казаться себе религиозным. Все что угодно, но кроме ходить его путями. Ни в чем не стать лучше в духовном плане и не повысить планку. Не став лучше в прошлом году. Мы просто вводим небо в заблуждение. А для чего? Можно протоптаться 120 лет, не снимая там замечательный штрайм какой-то, и всю жизнь ходить на месте. Вот такая заповедь, ходить его путями. Исполнять заповеди не механически, чтобы был духовный результат. Если нет духовного результата наших действий, мы не туда идем. Идем дальше. Каждый человек в жизни совершает различные поступки. Любые. Дальше существует три сценария. Конструктивный первый. Совершить шуу раскаяния, исправления. И все, иди дальше, работай дальше. Второй, два других деструктивные. Рационализация первая. Это придумать себе самооправдание. Это путь в никуда. И еще хуже впасть в депрессию, считая, что мне уже нет прощения. Вот это все тупиковые поти. Их надо обходить. Бог не создал нас ангелами. Поскольку мы люди, у нас бывают взлеты, падения. Мы подвержены перепадам настроения, страстям, чувствам. Не важно. Не важно, чем выгодно внешними, внутренними. Надо жить проще. Проще. Не надейтесь, что все дни будут похожи один на другой. Не ждите совершенства от самих себя, в том числе. К совершенству надо двигаться, а не достигать его. Делайте, что можете. Когда вы сохраните достаточно гибкости, чтобы суметь приспособиться к разным ситуациям. Я расскажу одну важнейшую притчу. У одного крестьянина осел упал в старый высохший колодец. Принялся осел реветь, ожидая, что ему помогут. Нарев пришел к крестьянину, которому владел этим ослом. Задумался, что делать. Животное уже было старым достаточно. Колодец недействующим. Крестьянин решил убить двух зайцев. Похоронить осла в колодце и заодно засыпать сам колодец. Позвал всех соседей. Они пришли с лопатами, начали бросать в колодец землю. Сначала осел ревел, а потом умолк. Крестьянин продолжал свою работу. И вот уже понятно, что заканчивает. Хозяин осла подошел, взвернул внутрь и увидел. Прямо на него смотрит осел. Что произошло? Каждый раз, когда падали комья земли на спину осла, он стряхивал их со спины и вставал сверху и топтал их лапами. Так на дне колодца набралось достаточно земли. Из каждой новой лопаты осел поднимался, поднимался еще чуть-чуть. В конце концов колодец наполнился, и осел вышел из колодца. Помнимо, надо всегда стремиться использовать то, что случается в нашей жизни себе во благо. Мы не можем регулировать ситуацию в нашей жизни, но наша реакция в наших руках. В любой ситуации есть что предпринять, чтобы продвинуться. Даже если нас засыпают землей и грязью, не плачь и не рев вытащат нас из ямы. Нужно сбрасывать землю, которая сыплется на нас, вставать на нее и подниматься наверх. Жизнь посылает нам испытания и бросает вызовы. Можно впасть в отчаяние и позволить жизненным трудностям раздавить нас и похоронить нас под собой. А можно наоборот, сбросить их и подняться над ними. Подняться, вылезти и победить. Вот это вот правильный путь. Надо поднимать глаза в молитве и просить Творца, что он помог нам подняться и победить. Брахавы от слоха всего самого-самого лучшего.